Всероссийский день физкультурника отмечается в ближайшую субботу, но уже сегодня всех, кто имеет отношение к спорту, пригласили на торжественное собрание, чтобы вручить заслуженные награды. Подробности в следующем сюжете. Каждый из них доказал на личном примере, что занятия спортом формируют характер. Без воли внутреннего стержня, стремления к новым высотам невозможно подняться на педестал. За плечами многих из них не одна победа. Копилка лучших из лучших сегодня пополнилась новыми госнаградами. Почетное звание «Заслуженный тренер» присвоили двум преподавателям столично-спортивно-адаптивной школы. Им удалось подготовить чемпионов. В 2015 году в Польше Гарифуллин Рамиль, то есть наш воспитанник, мой ученик стал чемпионом мира среди инвалидов-постов. Для многих тренеров тренерская работа – это не просто работа, а как бы больше, намного больше, чем работа. И, конечно, очень приятно, когда твой труд оценивают. На сцене чествовали и спортивные династии. Общий стаж семьи Григорьевых из Алатарского района превышает 150 лет. Любовь к спорту передается из поколения в поколение. Основателем нашей спортивной династии или примером для нас всех был старший брат. Именно через него мы пришли к спорту, к спортивной профессии. Он был хорошим спортсменом, он был педагогом, воспитателем. И мы, глядя на него, как бы увлеклись физкультурой и спортом. И впоследствии еще, кроме него, шесть братьев получили физкультурное образование. Учителя физкультуры, тренеры-преподаватели детско-юношеской спортивной школы. Ну и впоследствии стали руководителями, заучами спортивной школы. Физкультурой и спортом в республике занимаются порядка 40% жителей. Необходимая база для этого создана. За последние годы в регионе было возведено более 50 спортивных объектов. Поздоровительные комплексы в районах, Ледовый дворец, центр маунтинбайка в столице. Наша задача вести еще лучше нашу работу, для того, чтобы на самом деле каждый человек занимался спортом, физической культурой, делал по утрам зарядку, прогулялся на свежем воздухе. Мы, по сравнению с другими регионами, выделяли их средства для того, чтобы создать благоприятную среду. Глава региона встретился и с руководителями спортивных федераций. Разговор шел о перспективах развития разных видов спорта. В республике, отметил Михаил Игнатьев, намерены поддерживать и профессиональный футбол. Этот вид спорта набирает популярность, причем благодаря построенным стадионам. Футбол сейчас, как бы сказать, поднимается. Почему? Потому что мы сейчас малобюджетные эти стадионы делаем. И в школах, и в муниципалитетах. Они не пустуют, по сути дела. Даже вон до полуночи, даже на центральном стадионе, я смотрю, до полуночи занимают, арендуют, играют. Это когда самый доступный вид спорта, по сути. А для сборной команды Чувашской республики, профессиональной команды, конечно, нам надо содержать. И сейчас по хоккею там просят, и по другим. Совместными усилиями давайте попытаемся еще сделать. Виновниками торжества стали и юные спортсмены. Им вручили золотые знаки ГТО. На путствие почетных гостей стремится к новым победам. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика.